Комитет избирателей Украины на своей странице в фейсбук разместил информацию о том, как работали народные депутаты во время шестой сессии Верховной Рады Украины. 48 народных депутатов пропустили более 90% голосований. Абакулин, Клюев, Онищенко и Добкин, которые Дмитрий, вообще не посетили ни одного заседания из 65-ти. А тут все просто. Слуги народа трудятся на благо общества, получая деньги с наших налогов и обходятся бюджету страны более чем в миллиард гривен. При этом они не выполняют свою основную функцию. Думаю, многие сейчас задумались, если бы они пропустили несколько дней на работе, что бы с ними за это было. 6 июля в здании Саксаганского исполкома во время военных учений инструктор стрелял в оператора новостного портала «Первый Криворожский». Стрелка задержали и вынесли меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней или залог в размере 400 тысяч гривен. И вот уже 17 июля мы узнаем, что стрелка выпустили, потому как денежный залог был внесен. Все просто. 400 тысяч заплати и разгуливай спокойно по улицам города. А может вообще, втихаря покинь город или страну и ищи потом ветра в поле. И это еще если не задаваться вопросом, кому интересен этот человек, что готовы внести такую сумму. 18 июля под стенами городского отделения полиции в Кривом Роге прошла акция «Помоги полиции найти рекламу наркотиков». Я думаю, многие жители города видели вот такие вот надписи на стенах зданий, гаражах, остановках. Можно, конечно, сделать вид, что проблемы нет и не обращать на нее внимания. Но никуда она от этого не денется. Поставщики веселительных смесей в народе, именуемые барыгами, изощряются до нельзя. Надпись на картинке – это сайт, который в свободном доступе предоставляет возможность заказать наркотики на любой вкус. Я, конечно, все понимаю, но мы не в Голландии живем, и у нас наркотики в стране пока под запретом. Учитывая высокую вероятность того, что наркотики в городе крышуются правоохранителями, может, постарались бы хоть не так в наглую их продавать. Хотя, чему удивляться, главным полицейским города Днепр стал Олег Кабаненко. По словам известного блогера Дениса Селина, самый тупой полицейский, который набрал 7 из 60 баллов по логике во время аттестации в прошлом году. Хотя, возможно, Кабаненко за год стал более логичен. Но кто уже это проверит? На этом у меня все, дорогие друзья. Оставайтесь с проектом Собака Павлов, ставьте лайк и делайте репост. Увидимся на Эксперт КР. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok